Доброго времени суток дорогие друзья, добро пожаловать на мой личный видеоблог в ютюбе и особая благодарность тем, кто является моими подписчиками, если вы не подписались. Рекомендую сделать это прямо сейчас. Вновь я читаю вслух, мне это важно, мне это нужно для развития бизнеса, для постановки речи, ее дикции, ну а вам вероятно будет полезно то, что я читаю. Я нахожусь на ресурсе миллиардер.ком. 10 причин, почему ты никогда не будешь богат. Давайте с вами наклониться. Ты, начиная читать и думая, что все это не про тебя возможно, ты финансово успешен, только твоя ли это заслуга? Уверен, что ни одна из этих причин завтра не сыграет с тобой злую шутку. Статья написана в мотивационно-провокационном стиле. Автор и лайфхакер не несут ответственность за потревоженных тараканов в вашей голове. Итак, первое. Ты жалуешься или мечтаешь, но не делаешь. Сколько можно рассказывать о том, почему у меня не получается? Почему у тебя не получается? Ты правда думаешь, что это кого-то интересует? Хочешь поменять? Работу так поменяй. Найди, где тебе будут возить больше, а в кабинете не будет воня из подвала. Чувство меры. Это не про тебя. Расскажи, как можно было приписать к поездке в 15 километров еще 50? Ладно, если бы ты сделал это один раз. Можно было бы сказать, что ошибся, но систематически дурить тех людей, которые тебе платят, не выйдет. Ладно, если бы ты обманывал только их. Ты же постоянно обманываешь сам себя сказкой. Еще одна сигаретка с друзьями, а потом домой и спать превращается в поход за новой пачкой и пивом. Третье. Ты забыл, что такое учиться? Вспомни, как тебе нравилось копаться в устройствах мопеда. Ты не раз получал за это по шее от старшего брата, но все равно лез. А сейчас тебе лень посмотреть даже инструкции к роутеру. Ты просишь соседа настроить тебе Wi-Fi, платишь ему за это. Да потратьте 2 часа времени. Посмотри на рабочем месте YouTube с пошаговым видео и настрой себе сам. Четвертое. Лень родилась раньше тебя. Ты работаешь. Честно работаешь с 9 до 6. Поэтому думаешь, что имеешь полное право придя домой ничего не делать. Пусть по дому работает жена. Она же не пашет на работе, как ты. Поэтому вы живете только на твою зарплату, которая уходит на аренду. Если бы вы работали вдвоем, разделяли бы работу по дому, то за год уже собрали бы на хорошую свадьбу. Еще бы и осталось. Но твоя жена такая же лень у вас, как и ты. Вот вы нерасписанно и живете в съемной квартире в пятый год. В это время твоя будущая теща сдает квартиру, оставленную бабушкой в качестве приданного, единственной внучке, куда идут эти деньги, более трудолюбимому Шурину, который сделал косметический ремонт перед сдачей. А у тебя-то руки не из того места, что ты устал. Твое окружение состоит из неудачников. Оглянись вокруг, кто тебя окружает. Жена, набравшая лишние килограммы, коллеги, которые мечтают не попасться на мелкой краже, сосед, занимающий на бутылку любая твоя попытка что-то изменить в своей жизни, будет тут же высмеяна. А вдруг у тебя получится стать лучше, зарабатывать больше, ты же будешь живым, примером, что они неудачники. Пока ты такой, как они, ты не представляешь угрозы для их самооценки. А самооценка у них по и как завышена, так же, кстати, как и у тебя. Шестое. Ты не берешь то, что у тебя есть. Вот объясни, как можно ухайдохать холодильник за три года? Ты не берешь жест, простите, я говорил себе. Вопрос риторический не отвечает. Я помню, как мы тащили его на свалку, он задохнулся в пыли. Его же ни разу не отодвигали, чтобы вытереть за ним. Ты в этом не виноват, ты же не знал. А жена такую тяжесть не изменит. Но скажи, почему бы не купить новый чехол сразу? Ты же уронил новый телефон в первый же месяц. На замену экрана денег нет. А теперь ты ходишь с последней моделью и битым стеклом. Седьмое. Ты тратишь все, простите, на херню. Пытался найти, чем заменить это слово, но думаю, что это лучше настоящего ничего нет. Посчитай, сколько дряни ты купил? Сигареты, чипсы, дешевое пиво. На пиво мы с тобой тратим одинаково. Но для тебя я мажор, потому что пью не бутылочное, а в пивоварне. Оно дороже твоей дряни в пять раз. Почему бы тебе самому не начать пить меньше, но покупать качественно? Восьмое. Ты не планируешь. Каждое лето у тебя проблемы с отдыхом. Поездка за границу, о которой ты грезил весь год, не получается. Причина одна и та же. Деньги. В результате ты проводишь свой отпуск на даче, откладываясь каждой зарплатой по 5%. Так и у тебя будет поездка. Ты от жены меньше денег прячешь. Ах, от жены надо деньги прятать. Ну, а твоей действительно нужно. Она ведь как ты не планируешь бюджет. Она ведь как и ты не планируешь бюджет. Есть деньги тратим, нет денег плачем. Это право собой. Девятое. Ты действительно думаешь, что покупая просроченные продукты со скидкой, ты никогда не отравишься. Забыл, забыл. Ты не виноват. Виновата жена и теща. Это они не проконтролировали, что колбаса уже заплесневела. А обувь, которую ты покупаешь на один сезон, через неделю у нее уже нет вида. А через 3 месяца ты ее выкидываешь. Почему-то у других обувь служит дольше. Наверное, они за ней ухаживают. Или, может, они покупают качественные вещи. Хотя нет, не в этом дело. Им благоволят звезды, а тебе нет, верно? Ну и десятое. Тебе, а ты, ты не хочешь ничего менять. Признайся честно, тебя все устраивает. Тебе нравится быть бедным, потому что сейчас ты живешь так, как ты привык. В своей зоне комфорта. А любые изменения требуют усилий. Любые изменения это неизвестно. Поэтому тебе проще быть бедным, чем начать менять хоть что-то. Пересмотрите эти 10 причин. Возможно, под одной. Не дай бог, под двумя. И уж совсем катастрофа, что под всеми окажется ваша автор. Биография. Не дай бог вам попасть под эти 10 ужасных качеств. С вами был Тальшахов. Читайте вслух. Субтитры создавал DimaTorzok